Вопросы социально значимые на повестке дня у депутатов Городской Думы. Обошлось на этот раз без горячих споров, и в большинстве вопросов парламентарии приняли единогласное решение. Как, например, в случае с изменениями в закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации. По мнению депутатов, конституционные права данной категории граждан нарушаются. Дело в том, что люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в государственном жилищном фонде, имеют 50-процентную скидку на оплату коммунальных услуг. В то время как граждане с аналогичными недугами, но являющиеся собственниками своих квартир, подобными льготами не располагают. Предложение уравнять инвалидов в их праве на получение скидки сначала будет направлено в областную думу и уже оттуда к федеральным коллегам. Плюс к этому предлагается дополнить новеллой 50-процентную скидку ввести по оплате за капремонт. То, что все инвалиды будут, все граждане Российской Федерации, в том числе, будут платить с 1 января 2015 года. Пожалуй, самые долгие обсуждения касались поправки в бюджет текущего года. Городу придется выделить 2,5 миллиона рублей на покупку земельного участка для многодетных семей. Физическое лицо готово продать городу 30 гектаров земли в районе населенного пункта Буньково. Рассмотрели его с точки зрения доступности, коммуникации, подъездных путей, удаленности от города Иваново. И считаем, что этот участок будет иметь успех у многодетных семей. Ольга Белолапова против закона о предоставлении земель ничего не имеет. Смущает депутата другое. На плечи города упала еще одна серьезная статья расхода. Покупка земель для многодетных семей. Вопрос стоит, что в законе Ивановской области не указано, что у муниципалитетов появляются расходные обязательства, в том числе в части покупки этих земельных участков. Поэтому моя позиция как депутата заключалась в том, что я считаю, что выделение денежных средств на покупку участка преждевременное. И они бюджетом 2014 года не были предусмотрены. И эта статья о расходах не была запланирована в рамках исполнения городского бюджета. Но вы видели, что сегодня депутатский корпус проголосовал за то, что деньги будут выделены и участок будет куплен. Поскольку проект областной, то и помощь Иванова намерена просить у региональных властей. Проблема остро стоит именно в областном центре. Земли в черте города нет. Но с каждым годом прибавляется примерно по 300 семей, желающих получить свой надел. Сейчас в очереди 1245 претендентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова